день добрый то есть какое мое обещание было в предыдущем видео что я больше не буду вас тревожить пока вот эти бритвки не будут в собранном состоянии но то есть у меня уже 16 писем насчитал ровно 16 писем на электронной почте странно почему письма приходит на электронную почту смысле они вот в комментариях вопросы задаются может какой-то критики может просто не хотите увидеть поэтому все приходит на электронку вру 16 пришел на ватсап то есть 15 всего на электронке 16 на ватсабе вопрос один и тот же один и тот же поэтому я решил сделать отдельный видео с ответом я просто хотел как бы прикрепить сначала сделать обзор вот эти готовы бритвка я буду готова уже сзади прикрепить это видео нам получится все долго и смешанно поэтому здравствуйте давайте с вами сразу же начну по поводу заточки потом скажу немного чуть-чуть о планах на близ самое ближайшее будущее так а вот заточки очень вопрос такой на чем мне то есть поддерживать а старту свои бритвы на ремне на борде или прикупить камушек финишник то есть вот какой вариант лучше какой интереснее какой правильнее вариант правильный любой и вы сейчас в этом убедитесь и решите для себя какой именно я вот тут набросал такой вот листочек вот такой вот видно что видно назовем его стс станции технического самообслуживания как я ладно время борт то есть это кожаный ремень только на жестком основании и камень примеру так вот многих не пишет финишник давайте сразу начнем с самого то есть того понимания что вы получаете вот это после ремня вот такая форма самой заточки вот этой кромки вот это после борда вот это после камня разницу она видите но вот там в реале вы на бритве это вообще не увидите там нужно не знаю как приглядываться чтобы просто что-то даже похожее заметили это я просто так принципиально в огромных таких размерах все это вам нарисовал на самом деле все это выглядит намного когда так сказать то есть вот это вот вот этот форма пули это называется микро подвод его можно на камнях сделать но у вас должен быть такой сет что вам не горюй поэтому у меня такого вопроса не было ничего отвечать не буду глядите сами вот это микро подвод для чего он нужен микро подвод нужен для того чтобы укрепить саму кромку вот это вот стояло самого кто-то стрию укрепить и то есть чтобы там мало ли что там ни сколов не было никаких там заворотов там заворотов смотря какая бритва опять же какая сталь и дает еще эта мягкость бритья бритье то есть хотите вы не хотите мягкость бритья будет сюда увеличиваться потому что если у вас борт или ремень на бархатной стороне нанесена на мелком очень бархате нанесена паста горе значит у вас постоянно будет поддерживаться вот этот микро подвод и у вас сюда будет прочная острая кромка с мягким бритьем в итоге вот то есть в принципе вот пользователю больше не надо ничего просто вот если вы не хотите заморачиваться ни с чем но есть такие пользователи которые просто вот какой-то которым нравится вот именно тактильные прикосновение с камнем вот есть такой момент что просто у любителей вот камушки на камушке покатать вот то есть как бы есть есть потому что это отдельный такой кайф как бы и кому-то это нафиг не надо а кому-то это прямо тяга к этому есть вот на камне вы будете получать такую заточку но если вы бритовку до этого катали на ремне или на борде то у вас ничего не получится если у вас будет только один финишник даже очень хороший поэтому следующая картинка вот что вы должны будете сделать вот эта линия прямая это так вот вы должны будете снять столько металла на финишники чтобы убрать микро подвод понимаете а финишник он по сути-то не снимает металл он снимает в таких микро долях то есть это такая тончайшая полировка но вы будете снимать просто целыми днями сидеть и ждать когда же наконец-то вот эта вот линия пересечет вот эти вот углы и поэтому это в принципе вот просто добьете камень и себя поэтому что просто поддерживать камушком бритовку ее желательно уже иметь вот такую без ремня пример вот такую вот с такой заточкой и только камушком уже не ложить ни на ремень ни на борт а если вы естественно то есть не будете же после каждого там после даже второго третьего бритья не будете ложить на камушек а сама положите на кожу в смысле на ремень или борт то вы в любом случае случае сделаете вот как минимум вот такое такую геометрию поэтому чтобы такой геометрию исправить вот до такого состояния нужно давайте назовем проще пред финиш и финиш то есть как минимум два камня но лучше чтобы было минимум поэтому то есть можно взять грубые там можно взять средний можно там мелкий но это уже совсем замороченная чтоб сильно не заморачиваться то вам подойдет примеру вот не три камня а вот 8 возьмем два один камень у вас будет синтетика то есть синтетика даже многие я знаю пользуются китайской синтетики которые 1000 рублей на алиэкспресс там 10000 грит на нем кстати не китайском реальных ну если есть возможность то конечно же лучше бы на него супер стон 10 12 тысяч грит то есть вы на нем очень быстро делать вот такую форму которая в итоге получается вот такой и то есть на второй камушек перекладываете это уже будет у вас какой-то финиш и на котором вы просто ее заполируете доведете такого состояния что она будет просто в идеал гоните вот такой вариант есть вот на данный момент камень вот мне сказал урмас что-то все еще сырое сейчас затачивал вот это гуанси черный странный я конечно в интернете смотрел все гуанси бежевого цвета это черный вот он реально шустрый он реально рабочий вообще я просто от него в шоке нет больше вот дальше него даже двигаться не хочет ни в какую сторону потому что он просто я спасибо урмас ты подарил мне прям вот реально свет в окне который реально радует который реально делает свое дело и причем очень даже быстро с моими жесткими сталями что очень даже для меня неожиданно вот поэтому вот я вам ответил на ваш вопрос что вам ближе что вам надо или не надо то есть если вы будете заниматься правкой только для меня или на борде то вам вообще не понадобятся эти камни за . будет вечной особенно если там путную сталь путно сделаны то это будет вечно если сталь мягкая примеру вот типа такого вот варианта то она конечно же просядет особенно ремни вот такой вот обратной улыбкой острие будет вот ну вот такая бритовка может тоже просесть конечно из твердой стали но лет через сто может быть и опять же все зависит от того как вы будете ее править то есть к тому же ремню тому же борду если вы ее тащите вот с переваливанием то есть переваливанием при такой вот геометрии тогда нет ничего не просядет все будет работать все будет хорошо вот так вот как то вот если вот не спрашивали какой камень лучше всего на финиш именно то есть я вам сказал да синтетика 10-12 тысяч вообще любой просто берите любой вам любой понравится я вам точно говорю если у вас тем более не с чем сравнивать то супер стон дорогой конечно на нивка вот можно взять даже китайский за 1000 рублей для вашей бритвки это будет вполне вполне есть еще какие-то там варианты фирмы которые там тысячи там за две-три без разницы они примерно одинаково работают просто на него она более шустрая такая какая-то более четкая но это опять же для особых гурманов для того у кого много точить нужно что-то а из финишников а да и за . опять же вот вогнутые бритвы и клина путного клина 75 и пример процентного который последнее время делаю вообще небо земля то есть вот такую вот поточишь в доз это просто натюкаешься а клин это всего лишь каких-то там несколько приятных движений по камням один кайф сплошной а не за . так что следующая моя бритва будет даже если у меня не будет такого брака буду прям специально для себя заведу одну штуку и буду производить именно одну штуку именно такой 75 процентный клин потому что хочу чтобы я бритва была лучше из лучших как у многих у вас уже и пару слов отдельно по камням я их все подготовил все выровнял все выгладил и сделал сегодня вот видением занимался да уже просто дофигение тестами заточки затачивал французский клин затачивала лезвие труд ватча затачивал два лезвия из своих стали это дамаская и у 8 и так может быть когда-нибудь я изменю свое мнение но на данный момент я пока меня могу сказать уже какой камень на каком месте по работе по работе именно с твердыми сталями ну может пару слов о мягких скажу по этому камню сейчас покажу ничего пока не скажу камень от урмаса название его как-то там сейчас прочитаю где-то записывал вот записывал белый вашита о белый вашит в общем я его только пока грубо выровнять я его сумел алмазные пластины просто в хлам стираются алмаз вообще против этого камня игрулька просто ни о чем я не знаю что это то есть гранит давно бы стерся там хороший по твердости камень не знаю как будет еще в работе будем смотреть но пока я его не выгладил тушь выглаживание это чувствуется будет у меня то еще канитель а вот выравнивание я произвел поэтому промолчу пока по этому поводу это единственный камень прокат по которому я промолчу который реально не досягаем дальше берем что давайте так еще сыром виде немного покажу два тюрингийца старый тюрингийц новый тюрингийц оба выгладил вот этот еще выравнивать пришлось сейчас и он намочить он блестит хорошо полировочка что скажу по ним то есть вот им я все таки дал бы сколько у меня камней то сейчас то есть самое низшее место там третье или четвертое по скорости но по доводке вот этой кромки как бы то есть как он его полировывает ее финишируя я был вот этот вот сразу отложил в сторону и так сейчас и сделаю а вот старый тюрингийц маленький это старый который я выравнивал вот ему бы я дал прямо твердую пятерочку по тому как он доводит финиш но по скорости он просто ничтожен вот опять же возьму французский клины труд вача лезвие вогнуты да вот для них он еще как-то так еще то есть полчасика вашего времени одного лезвия и да вы доведете его до отличного состояния если вы возьмете что ты с моей стали изготовлены и то полдня отчитывайте через полдня вы получите тоже такое же доведенное острие вот так сторону кто у нас следующий барабанная дробь следующим я бы поставил вот этот давайте ему все же дадим ну там было пускай третье место потому что четвертое мы пропустим это белый вот этот вот ваши то мы его пропускаем третье место давайте так ваши то мы не трогаем тюрингийц четвертое место новый старый тюрингийц третье место второе место занимает вот этот вот накаяма вот тоже выглаженный там сначала выравнивался хорошенько потом выглаживался и ему уверенное второе место по результату конечному по скорости тоже самое вот также прямо скажу по скорости также уверенное второе место то есть по скорости он обгоняет любого тюрингийца то есть без проблем но работает на уровне уральского сланца вот прямо не очень крепко похоже также махом выбивается суспензия хотя на сланце уральском она быстрее убивается и сланец чуть-чуть быстрее но это почти незаметно поэтому вот мягкий такой бархатный отзывчатый камушек этот накаяма старый накаяма бежевый такой вот и что ж я бы его принципе мог бы посоветовать для вот именно твердых стали как номер два если читать по скорости и по принципе итоговому результату если вы после этого камушка пустите на ремешку бритовку то она у вас просто будет радовать все будет нормально вот по скорости есть получше варианты и что ж лидирующие первое место как его называют черный гуанси то есть я смотрел же да что они везде почему-то бежевые у меня вот черный это который тоже пришел от урмаса у него две стороны одна страна вот ему нужно подсохнуть чтобы видно было полностью черная монотонная а эта страна немного с белесым таким вот то есть вот отсюда вот эта вся часть она белесая какая-то другая тоже такая же плавная черная эта страна чуть крупнее и практически не пользуюсь потому что вот этой вот монотонной равномерной стороной он работает так что вообще не интересует ни другие камни и другие стороны не другие варианты вообще то есть он настолько быстро фигачит вообще любую сталь что просто ну все все курит в сторонке даже если возьмете наждачку какую-то там самую мелкую там прям который считается самый такой шустрый инструмент и будете пробовать сравнивать вот этот победит представляете какая скорость он сверх он просто вот реактивный камень ну и в результате конечном он настолько хорош что вот тюрингейтс его чуть-чуть прям на пол шажка обходит по конечному результату по кромке то есть этого результата в принципе вы заметите его но он настолько минимален вот этот разница минимально что за вот если заметить то вы будете просто каким-то супер гурманом который просто скажет блин тут что-то вот чуть какие-то нотки имеются туда тут сюда вот как-то так так что вот этот камень просто вот свет в окне в моем случае он у меня теперь вот на данный момент единственный неповторимый и рабочий в работе вот только он только вот после искусственных камней синтетики идет только вот этот камень он прекрасен вот как бы так ставлю это видео а по этому камушку я еще говорю буду пробовать буду смотреть если что-то будет такое прямо аховая прямо я вам обязательно расскажу об этом ну вот как бы так обещал я определиться с камнями обещал дать оценку получаете кстати это вот то что я прикупил сегодня этот груша груша потому что у нее будет такой теплый такой бежават такой красноватый такой слегка оттенок тактильные ощущения очень приятны и самое главное почему еще взял грушу потому что сама древесина изначально от своей природы защищена от всяких воздействий в том числе и влаги эту древесину не надо стабилизировать не надо пропитывать ничего не надо делать она просто держит все эти вот и воздействия тем более вот эту влагу дальше еще для разнообразия мербао помните наверное из нее делал подставки под комиссори вот это же из последних вариантов там которые со шнурами кожаными будет мербао значит попробовал поломать вот у меня древесина мербао отпиленная есть пластинка есть дуб дуб уступает по плотности и на слом на слом дуб чуть легче сломать вот а это я взял вообще не знаю что с древесина ну то есть как бы ни разу не работал давайте отдельно и возьму эти мои называется и даже записал чтобы не забыться здесь не видно рисунок вот сбоку видно вот она такая плотность меньше чем у мербао но больше чем у груши это я просто по весу могу определить это здорово чувствуется на уценка кстати не но я не того же ее купил что на на уценке было и дешевле всего лишь на 50 рублей то есть не нафиг такого центра просто у них не было больше такой древесина пришлось брать то что есть а из того что есть тут максимум если я вытяну хорошо если на 2 оправа то на одну только оправу потому что все трещина там вот трещина и надо будет распилить и выбрать что-то живое то есть что-то цельное вот это то что я вот готовлю к этим вот на оправы но естественно пару оправ я хочу сделать вот попробовать все-таки из-за кости это будет вот эта бритовка вот этот клинышек из предыдущей партейки и одну какую хотя бы такую сделать французского типа вот с такими оправами это то что на ближайшее будущее вот решил вставочку сделать показать это предварительная заточка то есть как бы формирование кромки вот что у меня вышло в итоге я делаю для того чтобы знать что ожидать далее и отсвечивать или не видно некоторых местах а то есть по грязному это на по грубому это 6000 грид горит видите есть некоторые конечно неровности по ширине они вот примеру в этого клиночка чуть-чуть имеется до куда деваться где же отсветку то найти почему это бритвки на на пяточке чуть 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 уже но это она еще маленько изменится конечно но более шикардосно конечно как и вот на первой примеру так давайте мимик раньше посмотрю тоже у пяточки чуть уже вот ширина заточки если кому-то это важно но это не важно тут самое главное то чтобы не проще взять крайний что вот тут не было блеска если вы возьмете на яркий свет так посмотрите с торца если блестит значит кромка не выведена в ноль и нефига и дальше даже шлифовать полировать как говорится но на камнях дальше продолжать что-то работать потому что она еще будет не готова вот это чтобы как будет иметь представление примерное уже что будет по результату какая круче какая не такая крутая но бритье будут все одинаково крутые я вообще опять же повторюсь никого не учу не хочу никого учить у всех свои взгляды на то как все должно быть пускай так они остаются ваши взгляды неизменными вот я не заточник я только учусь хотя затачиваю и уже не первый и даже не второй десяток лет занимаюсь заточкой просто некоторых хамушков меня вообще не было в жизни ни разу как вот сейчас и поэтому мне интересно пробую то да все а вот по такой вот примеру предварительной кромки то есть ее формированию блин я уж как-то тут не одну сырую собаку съел в сыром виде я имею ввиду поэтому кто знает тот поймет то есть если где-то вот примеру я живу вот еще повторюсь где-то блестит вот так с торца на ярком свете не как сейчас вот какой-то микро блеск вы видите значит все продолжайте дальше формировать кромку иначе она в этом месте как бы вы ее не полировали никаких бы камнях дальше не таскали она сама в этом месте будет или не брить вообще полностью или кое-как или фиг знает как в общем вот как то так